Хей-о-хей-о-хей-о, мотагоны! Всем привет! С вами снова Взрывной Майк. Я нахожусь на гоночной трассе Moscow Raceway, которую вы уже прекрасно знаете. И сегодня у меня здесь шикарное свидание. Ребята, наконец-то мы с ней встретились. Это горячая, жгучая итальянка моей любимой марки, которую вы все знаете. Итак, сегодня у нас на тесте, правильно, Ducati Panigale V4. Итак, друзья, Ducati Panigale V4. На самом деле у меня сегодня было всего две сессии, чтобы на нем прокатиться здесь, на трассе подмосковной Moscow Raceway. И вы знаете, я показал очень близкое свое лучшее время, которое я показал в прошлом году. В прошлом году у меня было время 1.49, ну там ближе к 50. На этой малышке на второй сессии сегодня я уже проехал 1.51. Но тут стоит сказать, что мотоцикл на самом деле в стоке, да, полностью стоковый. И единственное спасибо моторингу и моторике, что они вот поставили на него сегодня хорошую резину. И можно было так нормально на нем повжаривать. Вот. Удалось мне снять вам он борт. Вы его сейчас вот прям буквально скоро начнете уже смотреть. Я там что-то пытался комментировать. Но вы же знаете, что когда я езжу на итальянских мотоциклах, у меня эмоции зашкаливают. Вот. Я не знаю. Кому-то, может быть, даже хочется выключить звук в этот момент. Но поверьте мне, эти эмоции, они самые настоящие и самые ценные. Что я ожидал от этого мотоцикла? В первую очередь, да, Ducati создала новый мотор, который супермощный. Да, они там заявляют, по-моему, 214 лошадиных сил выдают этот мотор. 120 там с лишним, 124 ньютонов крутящего момента. Цифры потрясающие, цифры топовые. Первое, о чем ты думаешь, что это, а, мотик очень опасный, б, нужно реально очень аккуратно с ним обращаться, и ц, ну, эмоции у тебя будут, как вам сказать, вот, иногда испытываешь эмоции от того, что тебе немножко страшно, как бывало у меня, когда я ездил на Туону. И каково было мое удивление, что когда я поехал на этом мотоцикле, я такой, типа, круг-два сделал, немножко взвизнул там от мотора, от низов, которых я не ожидал, и потом я просто поехал. Я просто поехал и начал кайфовать от вот этой вот трековой езды. Ну, что, ребята, настал момент прокатиться на Ducati Ponygale V4. Это будет первая эмоция, реально. Я сейчас выезжаю в первую сессию, специально нацепил камеру с петличкой, чтобы первые эмоции вы прям в режиме онлайн передать. Стас. Высоко очень под ножки, посадка пока непонятна. Поехали. Ой, какие низа у нее, ребята. Надо погреть резинку, потому что она не успела согреться достаточно. Ой, как вывозит-то, а? Посадки пока не понял, но... Да, очень стабильный в повороте, очень. И прими, момент истины. Пошли! Блин, под мой рост очень маленький ветровик. Я прям не могу откручивать нормально. Первый раз я на Дукости на треке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я радик! Ну, мне на нём очень неудобно, но он маленький, как RSV-шка, и клепоны сейчас очень близко стоят, у меня их надо настраивать. Ну, что вам сказать, ребят, вот пушка, пушечная пушка. О, какая у него полка растянута! Блин! Мне очень нравится. Ну, у нас сейчас будет вторая сессия, где мы попробуем всё время ускориться, правда я не знаю. Надо что-то делать с телефонами. Потому что, хотя что с ними сделаешь, с ними ничего не сделаешь. Вилка, кстати, шова здесь стоит. На подвеске вполне всё круто. Вот такая вот красивая история Андрей Марцевич пронёсся. Первые впечатления потрясающие. С точки зрения посадки есть нарекания только по тому, что мало места. Первое знакомство прошло. Итак, ребят, в следующую сессию выезжаю с GoPro, болтать не буду. Болтать буду, скорее всего, потом уже рассказывать вам буду, и кадры будут вот эти. Больше сконцентрироваться не болтовне, а именно на езде. Так что такие дела. Мотоцикл, несмотря на свои такие вот высокие цифры по мощностям, по каким-то характеристикам на торможение, на поворотах, мотоцикл очень послушный. И мы сегодня долго обсуждали с разными ребятами, что там были какие-то статьи про эти мотоциклы. И то, что про него говорили раньше, на самом деле этот мотоцикл он другой. И мы, в принципе, сошлись на том, что современный спортбайк, когда ты выезжаешь на нем на трек, он не должен тебя пугать. Он должен быть быстрым, он должен делать те вещи, которые требует, например, опытный пилот, но он должен делать это понятно и послушно. И вот этот мотоцикл, он максимально понятный и послушный. Что здесь крутого? Конечно же, мотор V4. Мотор V4 это самое крутое, что здесь есть. Много про него уже писали, снимали обзор, но я вам честно признаюсь, я вот ничего не читал, ни одного обзора я не читал про него, про V4. Я приехал сегодня просто на второй этап моторинг, сел на этот мотоцикл, катнул по треку и вот все, что я знаю, все, что я почувствовал, я вам сейчас рассказываю. В плане подвесок здесь каких-то таких слишком топовых, знаменитых имен нет, да, передняя подвеска здесь шова, ну, я не могу сказать, что это что-то такое не очень, но шова здесь работает очень хорошо. Вот, задняя подвеска здесь загс, задний амортизатор тоже я не почувствовал каких-то нареканий, с учетом того, что мотоцикл правда стоковый. То есть его не настраивали, ничего там не делали. Тормоза, конечно же, Brembo, тормозит мотоцикл просто фантастически. Я сегодня две сессии пытался понять, где мне с большого примика на МРВ начать тормозить. Такой, ммм, ну ладно, первую сессию в лайтовом режиме. Начнем с 300, 300, ну ладно у тракториста. С 300 попробовал оттормозиться, такой, блин, очень рано. Окей, Мишаня, давай 250. 250, блин, рано. Мишаня, окей, 200, опять рано. Первая сессия кончилась. Думаю, ну ладно, первую сессию я там болтал, на второй надо вжарить. Первую сессию, кстати, 1.54 проехал. Вторую сессию выезжаю, надо вжарить. Думаю, ну ладно, первую сессию я там болтал, на второй надо вжарить. Я вот сейчас не помню, сейчас вот кадр посмотрите с экшн-камеры GoPro. Какая там максимальная скорость была у меня на прямике, ну что-то там 292, 294, что-то такое было. Смотрю такой, 170, ну там типа 200 отметку проехал, думаю, Мишаня. Ну вот 170, это, наверное, то, что надо, ну с такой-то скоростью, там уже под 300 идет. Нажимаю тормоз, опять рано, да какого черта? Я сегодня ни разу за две сессии не затормозил вот там, где я понимал, что я в поворот сразу же отпускаю тормоз, вхожу на нужной скорости. Я все время перетормаживал. Не знаю, что за фишка, электронное торможение двигателем, хорошие крутые гоночные спортивные тормозные компоненты, все это дает нереально крутое торможение. По управляемости, мотоцикл вообще не создает каких-то вопросов. Любой поворот на большой скорости, затяжной, с плавным свешиванием, без проблем. Резкая перекладка, без проблем. Велосипед. Мотоцикл реально компактный, несмотря на то, что теперь V4 у нас, да, чуть-чуть по раздутии стал двигатель. Мотик остался, ну практически, ну чуть-чуть он, на самом деле, да, стал пошире, но он остался таким же все-таки компактным. Ощущается очень легко, рулится мизинчиками, силой мысли, можно так даже сказать, да. По тормозам, кстати, ребят, сегодня мне очень повезло. Мой оператор сегодня, который держит камеру, это Андрей Политрук с канала Redline Team, его канал оставлю в описании. Он мне только что подсказал, я этого не знал, честно вам признаюсь, но он мне подсказал, что на Panigale V4 впервые в истории Ducati установили моноблочные суппорта, который называется Brembo Stilema. То есть раньше топовые тормоза были M50, да, их там ставили на Kawu 10, на Panigale, на все там, на другие какие-то топовые спортбайки. В этом мотоцикле новые вот эти вот суппорта, которые играют свою роль, скажем так. Ну, торможение вот реально по ощущениям просто космос. И, кстати говоря, по поводу дружелюбности и понятности этого мотоцикла, несмотря на все эти вот цифры, да, всю эту страшность и разговоры о том, какой же V4 лютый и вообще сумасшедший спортбайк. Сегодня с нами каталась на тестах девочка, которая прилетела из Владивостока, я зовут Олесия Черная. Она довольно недавно занялась мотоспортом, делает уже определенные успехи, и она тоже проехалась на этом мотоцикле, и ей он очень понравился. Она впервые на дуге мужества, как она сказала, проехала эту дугу мужества на колени. И она сказала, что, вот знаете, мне это почему-то напоминает момент, когда я в городе сел вот на Шивера, да, и у меня были проблемы там с балансом за балансом. И я сразу, бам, задрал туда в за баланс, задним тормозом прижал, и мне почему-то не составило это какого-то труда, сложности, да. И вот ей этот мотоцикл сегодня позволил сделать что-то новое. Она уже ездила на R6, она уже ездила на подготовленном SRR, насколько я знаю. И она сказала, что с SRR мне приходилось бороться. И этот мотоцикл, фууу, пушка вообще управляется шикарно. Фуу, ребята, я просто в ахрени. Вот это фан просто. Самый настоящий. Вот. Это я говорю к тому, чтобы вы не говорили, что, Мишаня, у тебя опять предвзятое мнение, ты итальяна люб, тебе на китайский мотик наклей шильдик Дукати, и ты скажешь, что он топовый. Но нет, ребята, этот мотоцикл просто и есть. Крутой. Как он режет траектории! Ух! Обалдеть! Еще, наверное, стоит сказать про электронику. Если вы смотрели мой тест Дукати Гипермотар 950, новый SP, то я говорил о том, что новая электроника Дукати, она действительно на каком-то новом уровне находится. Она очень четко работает, не сильно вмешивается, но при этом максимально предусматривает различные сценарии и помогает тебе пилотировать байк. Стоит отметить квикшифтер, который здесь есть, он работает вверх и вниз вообще без каких-либо вопросов. У меня была ситуация, вот вы ее сейчас вот увидите. Ой, бля, это что такое было? Это сейчас я не понял, что было. Квикшифтер что-то подъебал. Да, меня чуть-чуть поддернуло так, когда я пытался переключиться, по-моему, со второй на третью, но там был мой косяк в том, что я как бы сидел так и не дожал как бы лапку, да. То есть мотоцикл столько, он под меня вообще не настроен, и я просто не дожал, но, признаюсь, это мой косяк был так на любой скорости. Медленно едешь, быстро, вниз-вверх, работает все шикарно. Мне не понравилось что? Мне не понравилось опять то, что мне на нем тесно, но, опять же, это мотоцикл стоковый. Мне, знаете, вот, когда покатаешься на подготовленном байке, вот у меня кавас, да, был, я на нем катался, и он был полностью настроен под меня. Ты начинаешь понимать, как это может быть идеально. Вот на этом мотоцикле сейчас это не идеально, но, как вы знаете, здесь не все вылит одной деталью, это все регулируется. И если бы мы немножко что-то подрегулировали, мне было бы гораздо удобнее. Но это не помешало мне проехать 1.51 на второй сессии. Я считаю, что это показательно то, что мотоцикл действительно из той серии, когда ты купил спортбайк из салона, пригнал его на трек, и катаешься, прогрессируешь, не борешься, быстро к нему привыкаешь очень, и уже начинаешь впитывать именно, обучаться, да, ездить на треке и получать удовольствие. В плане сидения здесь все классно, сидение удобное. Кстати, посадка вот на 10.98, которые были раньше Дукати, она там была, вот честно, ужасная. 8.48 тоже ужасная была. Здесь посадка клевая. Давайте, чтобы не быть голословным, я присяду. Ну, реально, гораздо... А, как в шортах-то тут сидеть. Рама горячая. Сегодня жару давали на этом мотике. Действительно, посадка, ну вот она удобная, да, то есть едешь по питлейну, такой раз напрямик. Свешивается. Все круто. Единственное, мне еще не понравилось стоковый ветровик. Я думаю, что эта проблема решается установкой гоночного пластика. Эта проблема легко уйдет. Меня очень сильно мотало на скорости выше 250 км в час. Электроника, что у нас есть? Ну, короче, тут, конечно же, многоуровневый трекшн-контроль, который прекрасно работает. Я уже сказал, он мало вмешивается в виле-контроль, всякие АБС и фигесы. Короче, ребята, тут все есть. Вот не найдете вы другой мотоцикл сейчас в современном мире, чтобы вы сказали, а вот у этого мотоцикла из электроники это есть, а у этого нет. Хотя, возможно, я не прав. Где тут петлиметр? Даже не знаю, есть он тут или нет. Ну, оставим это на будущее. Может быть, когда-нибудь мы с вами еще на этом мотоцикле на треке покатаемся. Что хотел еще сказать? Мотоцикл действительно дарит эмоции, но эмоции именно от трековой езды, я не знаю, насколько круто на нем в городе. У нас есть здесь человек, который катался на этом мотоцикле в городе. Сейчас мы ему дадим сказать пару слов. Сегодня так получилось, что Миша воплощал мои мечты, а я непосредственно мечты и чаяния Миши. Потому что с самого начала Миша хотел прокатиться на этом мотоцикле по городу, а я хотел попробовать его на треке. Но так получилось, что именно мне пришлось гнать этот мотоцикл сюда своим ходом. И я не только потолкался в городских пробках, но и хорошенечко прохватил по новой риге. И первое, о чем я сказал, что те эмоции, которые подарил мне этот мотоцикл в городе, на треке, я подчеркну, я не ездил еще на этом мотоцикле. Так вот, те эмоции, которые он подарил мне в городе, совершенно не вяжутся с теми обзорами и рассказами зарубежных и наших журналистов, которые участвовали на предсезонных презентациях этого мотоцикла, на первых выездах, тестах и сравнениях с другими байками. Потому что первые мои слова были, когда я снял шлем, зачем Ducati изобрели BMW. Только не вздумайте кидать в меня гнилыми яблоками. В первую очередь я имею в виду поклонников Ducati и поклонников BMW. Любителей хороших мотоциклов этих марок, обладающих очень ярким характером, который не похож ни на что другое. Не в том дело, что этот мотоцикл копирует какую-то характеристику, какое-то свойство или черту характера, наверное, наиболее близкого ему SRR, который тоже предназначен для трековых покатушек. Речь идет о другом. BMW четко облюбовал и значился королем ниши спортбайков, которые позволяют мотоциклистам, позволяют гонщикам не тратить время на привыкание к этим мотоциклам, а ехать сразу на все деньги, сразу выжимая из этого мотоцикла все, на что он способен. Почти все мотоциклы других марок некоторое время по этому свойству, по дружелюбности, по интерактиву, плелись где-то в хвосте того локомотива, который тянула баварская фирма. И вот теперь что я вижу? Очень быстрый, очень мощный, насыщенный электроникой, технологически совершенный мотоцикл, которому, не зная все его свойства и характер, наверное, и подойти-то страшно, особенно новичку. И ребята, которые почти не имеют опыта, никогда не участвовали в чемпионатах, и даже Миша Мишунин, наш любимый взрывной майк, чье видео сейчас вы смотрите, действительно в настоящий момент можно сказать, что это один из топовых с точки зрения владения спортбайков блогеров и журналистов в современной российской журналистике или блогерстве. Я сам даже уже путаюсь в этих понятиях, где они перетекают друг к другу. Так вот, все они сказали, что этот мотоцикл заставил сразу же отбросить весь страх и сомнения, буквально только они зашли в первый поворот. Потому что дружелюбность, отзывчивость и характер этого мотоцикла позволяют говорить с ним на «ты» буквально с первых же километров. То же самое касается и города. Только я понял, что он из себя представляет, сразу же остановился на ближайшей заправке, переключил режим стрит в самый злой рейс, который, не требуя каких-то предустановок, предоставляет и наибольшую отдачу двигателя, и минимальное вмешательство электроники. И помчал по новой риге. Черт побери, это было клево, это было очень интересно. Потому что на экране мелькали какие-то сумасшедшие циферки, но ты вообще не чувствовал никакой опасности, никакой настороженности. И что самое главное, с мотоциклом в этот момент было полное взаимопонимание. Более подробно останавливаться на технических деталях я не буду. Вы все-таки находитесь на канале «Взрывного майка». И пусть он вам расскажет здесь о всех тонкостях, о всех нюансах этого мотоцикла. Я еще раз подчеркну, в нише мотоциклов, к которым не нужно привыкать, на которые можно сесть и ехать буквально с первых метров, становится очень тесно. Потому что этот мотоцикл очень достоин. Что еще вам рассказать про этот мотоцикл? Да, я могу стоять и умничать, говорить про дизайн, но, ребята, у меня уже было много обзоров мотоциклов Дукати. Вы уже много, наверное, читали. И зачем что-то читать, когда можно просто вот на это произведение искусства посмотреть, и все станет сразу понятно. Очень красивый мотоцикл. Передняя часть его сделана круто. Вот эти вот глазки агрессивные, вот это вот внизу вот эти вот линзы. Очень круто выглядит, очень, скажем так, не супер агрессивно, с какой-то стороны мило, но и с какой-то стороны грозно. Это дает понять, что да, мы можем с тобой вальнуть, чувак, вальнуть так, что другие откроют рты, скажем так. Но не могу на самом деле сказать, что по эмоциям этот мотоцикл находится в каком-то недосягаемом топе, да. В принципе, это хороший, крутой спортбайк. Вот я катался еще на RSV, это еще 100 на новый, да. Кстати, этот мотоцикл, на нем вы тоже в чемпионатах не поедете, на обычной версии V4. Сейчас есть версия V4R, которая подразумевает участие в... Она подходит, да, под регламент. Этот мотоцикл не подходит. Это вот, наверное, история вот про кайф, про удовольствие, да. Купил на трек, катаешься, ездишь и прогрессируешь. Захотел в чемпионат ехать, но надо уже что-то думать. RSV4, новая 1100, тоже не подходит под регламенты, по объему двигателя. И по эмоциональной составляющей они вот очень близко. Вот реально, вот многие люди спорят, там дукатисты говорят, да, ты че там, это RSV, там, V4. Любители RSV говорят, да, V4, это все, дукат, вообще отстой. Вот RS April вообще, тема рейсинг, April racing. Нет, ребята, забудьте это. Это оба крутые мотоциклы, оба шикарные. Про остальные не будем ничего говорить. Вы сами там додумайте, знаете, что я думаю про некоторые марки. Вот, собственно, наверное, все, что я вам сегодня хотел сказать, все, что я вам хотел показать, вы увидели все в прокатках на треке. Давайте подведем итог. Да какой может быть итог? Я провел шикарный день на втором этапе мото-ринг. Завтра еще буду кататься на своей дорсе, установлю на нее новые подвески, буду на дорожной резине газовать на прямике 200 максимум и получать тоже удовольствие. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я в восторге от этой малышки. Мне она действительно очень понравилась. Хотелось бы ее побольше еще раз пробовать. Будем думать, будем работать. Может быть, еще покатаемся. В первую очередь, спасибо Мотерингу, что меня позвали. Спасибо компании Моторика, что сейчас вы смотрите это видео, и в моих руках оказался этот мотоцикл. Ну и вам спасибо, конечно же, за ваши лайки, которые вы поставили, наверное. А если не поставили, давайте ставьте быстро. Пишите ваши комментарии. И с вами был взрывной Майк. Всем лютой катки и фирменное хейо. Пока-пока.